И сегодня, когда ты тусуешься в клубах, на вечеринках и так далее, ты ищешь этого счастья. Но настоящее счастье и мир приходят от ислама. Идём. Ещё минуты, и я закончу. Нет, 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 я хочу... Послушай, нам нужно... Извини, нам нужно уходить. Он сам хочет поговорить, я не держу его, понимаете? Ладно, я должен пойти с друзьями. Давай, уходим уже. Ладно, хорошо. Если он хочет, он может пойти, я не держу его. Это он хочет поговорить? Я знаю, я знаю. Нам нужно идти в ночной клуб. Да-да, если вы хотите, вы можете пойти куда угодно. Очевидно, ты проповедуешь не в пользу клубов. Да, я проповедую нечто лучшее, чем клуб. Я последую за своими друзьями. Но можно мне оставить себе эту книгу? Да, конечно, оставь себе книгу. Книга твоя. Это в миллион раз сложнее, чем твой свитер. Итак, вопрос в том, кто создал твой глаз? Кто создал тебя таким, как ты выглядишь? У тебя есть ДНК. ДНК содержит информацию. Информация требует интеллекта и разума. Так что это показывает, что должна быть высшая сила, которая дала начало всей Вселенной. Потому что вся Вселенная сложнее, чем ты и я. Понимаешь? И таким образом мы вынуждены сказать, что должна быть высшая разумная сила, обладающая колоссальной энергией, которая создала нас, пожелала нас, сформировала и организовала нас. Ты понимаешь? Всё сбалансировано. Потому что иначе ты не можешь сказать, что всё это произошло из-за случайности, везения или абсолютного небытия. Это невозможно. Может ли что-то возникнуть из ничего? Вот о чём я думаю уже около десяти лет. Я изучал теорию эволюции. Да. И как бы есть действительно большая проблема с этим. Конечно. У тебя есть ДНК и есть РНК, которые очень близки друг к другу. Но я не понимаю, как они могут говорить, что отсутствие жизни может превратиться в жизнь. Это вопрос, которым я постоянно задаюсь. Так что, разве не должно быть Бога? Это то, что я... Конечно. Эволюция, смотри. Даже если ты веришь в эволюцию, это не исключает Бога из картины. К примеру, Чарльз Дарвин, он верил в Бога. Да, он верил. Но это хорошая теория. Это не похоже на... Смотри, смотри. Проблема не в теории. Некоторые могут верить в эволюцию видов, разных видов. Это нормально. Но единственное, что мы говорим с уверенностью, это то, что Бог создал людей. И вот откуда мы произошли. Но суть в том, что даже если ты веришь в теорию эволюции, то это не исключает Бога из картины. Потому что откуда появилась первая клетка? Первая клетка – это очень сложная вещь. Поэтому мы говорим, что всемогущий Бог или должна быть высшая сила, которая этого пожелала. И у тебя есть цель твоего существования. Ты не пришел в эту жизнь, чтобы просто веселиться, наслаждаться и проводить время за играми. Должна быть более важная цель. Почему ты здесь? Куда ты идешь? Чего Бог хочет от тебя? Это вопросы, которые тебе нужно задать себе. Понимаешь? Поэтому я дал тебе Коран. Прочитай его. И знаешь, помолись. Смотри, помолись Богу и скажи, «Боже, если ты там, направь меня». Я сделал это 13 лет назад. И я стал мусульманином 11 лет назад. Так что да. 11 лет назад? Что побудило тебя стать мусульманином? Смотри, я всегда верил в Бога. Я всегда верил, что есть высшая сила. Но я не верил ни в одну религию, потому что я думал, что религия создана человеком, чтобы контролировать массы. Но я логически спросил тебя, «Погоди секунду. Если я верю, что Бог существует, как я могу верить, что Он не дал мне цели? Как я могу верить в Бога, который не дал мне цели?» У всего здесь есть цель. У этого мусорного бака есть цель. У этой камеры есть цель. У твоих ботинок есть цель. Но у меня нет цели. Это было оскорблением Бога. Для меня, если Он создал меня, то Он должен дать мне, дать мне цель. И тогда я уже начал смотреть на разные религии и разные образы жизни. Так что с этого момента я начал изучать христианство, ислам, иудаизм, сикизм, индуизм. И Коран был единственным писанием, которое не было изменено. Не было изменено человеком. И в нем есть чудеса. И сам Коран бросает вызов людям найти хотя бы одно противоречие в нем или создать что-то похожее на него. Так что есть много, много доказательств этому. Но одна вещь, которая особенная в исламе, это то, что Бог един. И Он не человек. Если ты пойдешь к христианам, они скажут тебе, что Бог — это Иисус. Он человек. Так как же я могу верить, что Бог — это человек? Как я и ты. Кушает, ходит в туалет и так далее. Ты думаешь, что это Бог, который достоин поклонения? Я так не думаю. Хорошо. Почему? Потому что ты используешь свой рационализм. Бог выше нас. У Бога нет начала, нет конца. Ты понимаешь, о чем я? Я не могу поверить, что Бог такой же, как и мы. Он должен быть выше нас. Именно. Это то, что называется фитра. Это называется естественной склонностью. Почему? Потому что Бог запрограммировал тебя таким. Ты знаешь, даже без знаний из религии, ты знаешь, что Бог не может быть человеком. Мне не нужно говорить тебе этого. Ты уже знаешь это. Так что это показывает, что у тебя уже есть склонность, которая есть у мусульман, которую мы называем фитра. Ты уже знаешь, кто такой Аллах, кто такой Бог. И тебе остается только строить отношения с Ним посредством Корана. Да-да. Но дай мне знать, если у тебя есть какие-либо вопросы ко мне. Любые вопросы об исламе. Я просто... Я просто недостаточно изучал его, чтобы спросить, типа... Не торопись, не торопись. Я здесь каждую пятницу. И также есть мечеть, в которой ты можешь быть тем. Да, я уже говорил, у меня много друзей мусульман. Но как бы... Это хорошо. Это как бы трудно выбрать, что сказать, но как... Должна быть рациональная причина моего нахождения в этой жизни. Да-да, именно так. Вот почему я сомневаюсь. Нет, это хорошо. Изучи это, прочитай Коран, и помолись Богу, и скажи, «Бог, если ты там, направь меня». Ты чувствовал это в последние годы? Лично я... Слушай, я буду честен с тобой. У меня произошло много вещей в жизни, которые я могу сказать. Но я не использую это как доказательство. Потому что это субъективно. Потому что ведь христианин тоже может прийти и сказать, «Я молился Иисусу, и моя жизнь изменилась». Но мы, мусульмане, смотрим на ислам, и мы проверяем Коран. Потому что мы не верим в слепую веру. Мы верим, что ты должен использовать свои рациональные способности и разум. Понимаешь? Аллах говорит нам, используйте свой разум. Используйте свои способности, понимаешь? У нас нет слепой веры. И есть много вещей, которые изменили мою жизнь. Ислам изменил мою жизнь. Раньше я был здесь. Я приходил сюда в клубы и тусовался здесь каждые выходные. Раньше я приходил сюда и тусовался как ты. Прямо сюда, в это самое место. Но все эти вечеринки, девушки, клубы, машины, деньги... Ничто из этого не заполнит твою пустоту в сердце. У тебя всегда будет эта пустота. Знаешь почему? Потому что Бог создал это. Что это значит? Аллах говорит в Коране, Только в поминании Аллаха сердце обретает покой. Это значит, что Бог запрограммировал тебя, что ты найдешь истинное счастье и покой только в его поминании. Никакая женщина, никакие деньги, никакая машина, ничто из этого не исправит это. Давай уходим. Верно? Да. Поэтому я бы лично сказал, что если ты действительно найдешь Бога, ты найдешь удовлетворение. Потому что сегодня все твои походы в клуб, тусовки и так далее, ты ищешь это счастье. Но истинное счастье и покой приходят от ислама. Идем. Да, приходит от ислама. Да. Субханаллах. Это очень интересно, потому что твоего друга зовут Мухаммад. Но очевидно, он пытается увезти тебя. Его отец как бы мусульманин. Да-да-да. Да-да. Но мне это очень интересно. Это нормально. Это показывает, что ты заинтересован. Как я уже говорил, это изменит твою жизнь. Как только ты соединишься с Богом, ты обретешь удовлетворенность и счастье. Самое большое достижение для меня, это знать, почему я здесь и куда я направляюсь. Потому что я приведу тебе пример. Если кто-то посадит тебя в поезд, и в этом поезде у тебя будет все, что ты хочешь. Что первое ты спросишь? Ты скажешь, кто посадил меня в этот поезд и куда я направляюсь, верно? Да. Потому что ты хочешь знать, почему я в этом поезде. Почему я выгляжу так, как выгляжу. Ты выбирал своих братьев и сестер. Ты выбирал свою маму и попу. Нет. Так что ты не выбирал эти вещи. Так что суть в том, что все это кто-то создал. Послушай, ты выбирал иметь желание, которое ты не можешь контролировать. Все это испытания. Аллах послал нас сюда, в этот мир, чтобы испытать. Но лучшие из творений, но лучшие из нас, это те, кто имеет связь с Могущим Богом. И как только у тебя будет это удовлетворение, брат, даже если все в твоей жизни будет отнято, ты все равно будешь пребывать в мире и покоя. Это то, что дает тебе ислам. Он дает тебе цель и объяснение. Он дает тебе направление. Когда мы молимся пять раз в день, мы вспоминаем Бога, понимаешь? Так что ислам находится там, чтобы изменить твою жизнь. И как только ты сделаешь это, брат, ты будешь... Что ты здесь делаешь? Я просто слушаю его. Давай, нам нужно идти. Да, это нормально. Я просто... Мне просто приятно слушать тебя. Да-да, нет, это нормально. Я имею в виду то, что ты мне говоришь, это заполняет пустоту. Точно, точно. Вот что я говорю. Ты чувствуешь эту пустоту, верно? Да, я чувствую ее. И вот что происходит, понимаешь? Когда у тебя есть эта пустота в сердце, ты пытаешься заполнить ее разными другими вещами. Но поверь мне, ничто не восполнит ее, кроме ислама. Почему? Когда ты ешь плохую еду, что происходит? Тебя рвет. Твой желудок и твой мозг говорят тебе, «Выплюнь это». Почему? Потому что это вредно для тебя. Они различают вредные вещи. И то же самое с твоей душой. Подожди минутку, я закончу. Подожди, подожди, подожди. Хорошо, слушай. Это действительно приятно. Я понимаю, что тебе это нравится. Но мы сейчас уходим. Все в порядке. Просто уходите без меня. Где ты живешь? Я подброшу тебя домой. Все в порядке. Нет-нет, где ты живешь? Я живу в Амстердаме. Нет-нет, но здесь... Ты сегодня где-то остановился? Да, это просто хостел. Все в порядке. Я отвезу тебя. Я подброшу тебя. Я за рулем. Я могу подбросить тебя. Нет-нет, я просто поеду к ним. Я имею в виду, если ты... Ладно, если они уедут, я могу отвезти тебя домой. Я подброшу тебя домой. Без проблем. Я за рулем. Да, извини нас. Извини нас, но мы собираемся его забрать. Он сам хочет поговорить. Я не держу его, понимаете? Ладно, я должен пойти со своими друзьями. Ладно, хорошо. Если ты хочешь, ты можешь пойти. Я не держу его. Он хочет поговорить. Я знаю, я знаю. Да-да, если хочешь... Мы пытаемся пойти в клуб. Да-да, вы можете идти, куда захотите. Очевидно, ты проповедуешь не в пользу клубов. Да, я проповедую нечто лучшее, чем клуб. Абсолютно. Смотри, мы будем здесь недалеко, где-то там. Я не хочу обидеть тебя. Нет-нет, это он хочет остаться. Я не держу его. Я знаю, что ты не держишь. Я не держу его. У него есть цель, почему он проповедует сегодня. И очевидно, наши интересы не совпадают. Я, как я и сказал, я... Я полностью поддерживаю то, что ты делаешь, но... Спасибо, я просто поговорил с ним. Очевидно, то, что мы делаем, это против твоей религии. Я знаю, это обычно. Да-да, я очень уважаю то, что вы делаете, и всё подобное. Спасибо, я ценю это. И я понимаю, почему вы это делаете, но для нас... Да, всё нормально. Могу я спросить, как тебя зовут? Али, Али. Али, я поддерживаю тебя, и я смотрю тебя. Да, брат. Дай мне одну секунду. Я знаю, я знаю. Да-да-да. Я думаю, твой друг... Он может оставить себе книгу? Конечно. Я приготовил её для него. Смотри, ещё раз. Я его не держу. Я знаю, я знаю. Я не хочу так себя чувствовать. Я последую за своими друзьями. Я могу оставить тебе книгу? Нет-нет, оставь книгу. Книга твоя. Смотри, смотри. Держи книгу. Могу я дать тебе свой номер? Да, конечно. Да, просто свяжись со мной. Как долго ты будешь здесь? Я просто дам ему свой номер, и он уйдёт с вами. Мне действительно хотелось остаться, но мне нужно идти. Да, Али. Что? Не зачитывай его громко. Очевидно, это похоже на 075. Сейчас, секунду. Напиши своё имя. Я собираюсь написать Али Дава. Куда сохранить номер? Где сын? Они не хотят, чтобы ты его давал. Нет, всё в порядке. Это мой номер. Свяжись со мной, и мы поговорим, хорошо? Иди со своим другом. Свяжись со мной, и мы поговорим. Да, и помолись Богу, хорошо? Извини, он просто хотел поговорить со мной. Да, иди, иди. Али, серьёзно. Я действительно люблю говорить с тобой. Я ценю это. То, что ты сказал, это действительно тронуло меня. Очень глубоко. Да, но помолись Богу. Серьёзно, я найду тебя, я доберусь. Береги себя, брат, береги себя. Свяжись со мной, и я встречу с тобой. Свяжись со мной, и мы поговорим, хорошо? Ты хороший человек. У тебя чистое сердце. Помолись Богу, и Бог направит тебя. Я чувствую себя лучше, чем они. Я должен следовать за ними. Да-да. Очевидно, я не хотел, чтобы ты шёл с ними. Но я не могу ничего поделать с своими друзьями. Да, но после сегодняшнего дня свяжись со мной. Я чувствую давление от них. Нет, всё в порядке, всё в порядке. После сегодняшнего дня свяжись со мной, и мы поговорим. Да, ты хороший человек. И Бог привёл тебя сюда сегодня по причине. Ты здесь не просто так. Хорошо, береги себя. Вы хотите иметь больше денег, иметь дополнительный доход? Хотите чувствовать себя увереннее, особенно в непредсказуемых условиях или в случае потери работы? Хотите позволить себе больше отдыхать и путешествовать? Чувствовать себя опорой своей семьи и создать для них комфортную жизнь? Хотите совершить хадж или умру и создать садокаджария? Помогать людям и тем самым достигать довольства Всевышнего? Это возможно, даже если у вас нет свободного времени и миллионов. Вы не разбираетесь в финансах и не являетесь крупным бизнесменом. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфиры со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие начинают с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!